Всем привет, с вами Данил. В этом видео я покажу как установить на свой компьютер Phoenix OS, которая представляет из себя операционную систему Android для ПК. В установке операционной системы Phoenix есть нюансы, о которых почему-то предпочитают не говорить, когда показывают установку. О них я также расскажу. Все диалоги, которые будут появляться в момент установки, переведу на русский язык, чтобы было понятно, что в данный момент установщик от вас хочет. Также для вас в описании к этому видео я оставил удобные тайм-коды. Данное видео я разделю на две части. В каждой из частей я подробно опишу каждый из способов установки Phoenix OS. Поэтому, если ты еще не подписан на этот канал, самое время это сделать. Также не забудь нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео, которое выходит на канале каждую неделю. Установить Phoenix можно двумя способами. Первый способ это скачать с официального сайта стандартный установочный файл, с которого и запускается установка. Этот способ хорош тем, что не нужно даже выходить из основной операционной системы. Все выглядит как установка обычной программы. Второй способ скачать с того же сайта файл в формате ISO, записать установочную USB флешку и установить уже с флешки. Я рекомендую воспользоваться именно первым способом. Он очень прост и достаточно надежен. У вас практически отсутствует опасность повредить или стереть файлы основной операционной системы, так как установщик устанавливает Phoenix рядом с основной системой, а не вместо нее. Установка с флешкой целесообразна, если вы решили установить Phoenix как единственную операционную систему. Установка таким способом достаточно сложный процесс, требующий подготовки диска или раздела диска особым образом, чтобы Phoenix OS, установленная на такой диск, могла загружаться самостоятельно. Для первого способа установки нам понадобится только установочный файл, который можно скачать на официальном сайте. Обратите внимание, что вам нужно выбрать установочный файл под архитектуру вашего процессора 32 бита или 64. Запускаем установщик, который предлагает установить Phoenix рядом с основной операционной системой. Также вы имеете возможность установить Phoenix на флешку, но для этого нужна достаточно быстрая флешка, иначе система будет долго загружаться и может подтормаживать интерфейс. Запускаем установку, нажав на самый крайний слева значок. Установщик предлагает выбрать диск или раздел диска, куда вы хотите установить систему и нажимаем Next. Далее выбираем сколько хотим выделить места для установки Phoenix. Я выберу 4 гигабайта. Вы можете выбрать любое из предложенных значений, которое вам нужно. Жмем Install. Начинается установка. Как видим на рабочем столе появился ярлык запуска системы. Установщик завершил установку и предлагает нам перезагрузить компьютер. Нажимаем перезагрузить. После перезагрузки установщик продолжает установку. Здесь нужно выбрать язык установщика. На данном этапе доступен только китайский и английский. Далее установщик предлагает подключиться к интернету. Делать это не обязательно, подключиться можно будет позже. В данном окне нужно ввести имя учетной записи. И нажимаем Finish. Далее загружается рабочий стол операционной системы Phoenix, который вы можете настраивать как вам нужно. Теперь при перезагрузке вам будет предложено выбирать какую операционную систему вы желаете загрузить. Также я думаю не лишним будет показать как перевести систему на русский язык. Для этого открываем меню и выбираем настройки. Далее нажимаем на эту иконку. Затем выбираем Language. Жмем плюсик. В списке нужно найти и выбрать русский язык. Еще раз выбираем русский язык. Теперь для системы у нас доступно два языка. Для того чтобы выбрать русский язык, нужно навести на него курсор мышки, зажать левую кнопку мыши и не отпуская кнопки перетащить строчку вверх. На этом все. Язык системы поменялся на русский. Установку можно считать выполненной. Теперь, допустим вам по каким-то причинам понадобилось удалить Phoenix. Для этого нужно запустить файл, с помощью которого мы устанавливали его. Выбираем удалить. Программа полностью удаляет Phoenix. И можно подумать, что на этом все. Но вот тут не все так просто, как при установке. При удалении программа не удаляет все, что устанавливала. Если перезагрузить систему, то вы продолжаете видеть предложение выбрать, какую операционную систему вы хотите загрузить. При этом самой системы уже на компьютере нет. Так вот, как избавиться от этого меню, я сейчас покажу. Для этого существуют различные программы. Которые можно скачать в интернете. Но я предлагаю поступить проще. И воспользоваться командной строкой. Для этого запускаем ее от имени администратора. Далее, я подготовил текстовый документ, в котором две команды. Для командной строки. Ссылку на данный документ я оставлю в описании к этому видео. Копируем первую команду сочетанием клавиш Ctrl-C. И вставляем ее в командную строку, нажав Ctrl-V. Данная команда покажет нам список операционных систем при загрузке. Копируем идентификатор той системы, которую хотим удалить из списка загрузки. Выделив ее и нажав Ctrl-C. Теперь переходим ко второй команде. Надпись в скобках заменяем на скопированный нами идентификатор, нажав Ctrl-V. Затем выделяем команду полностью, копируем и вставляем в командную строку. Нажимаем Enter. Закрываем командную строку и перезагружаем компьютер. Как видим, предложения выбрать операционную систему для загрузки больше нет. Windows загружается в обычном режиме. В данной части видео я показал, как установить Phoenix OS с помощью установщика, не выходя из Windows. Во второй части я покажу, как установить Phoenix с помощью загрузочной флешки. Как создать эту флешку. Подпишись на канал, чтобы не пропустить выход интересного видео, которое выходит на моем канале каждую неделю. Всем удачи, до новых встреч.